Смотрите сегодня в программе! Исход с земли! Самое красивое, что здесь есть, это крысы! World in Conflict! Игру можно сравнить с атомным взрывом! Он уничтожает всё живое, заболакивает весь экран дымом и является самым потрясающим зрелищем, которое мы видели в РТС за последние несколько лет! Хроники Тарр! Призраки звёзд! Вам не придётся преодолевать огромные расстояния, а сюжет будет всё время держать в напряжении! Quake Wars Enemy Territory! Главная изюминка игры состоит в том, что как нельзя кстати пойманное настроение игрового мира с сегодняшнего дня! Алоха, братья мои геймеры! С вами снова Фак и я, Андрей Воробей. Фак — это компас в мире компьютерных игр. Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению. Итак, переходим к делу. Если не случится чего-нибудь экстраординарного, то World in Conflict может стать главным стратегическим откровением этой осени. Шведы из Massive Entertainment делали свою игру тихонько, без особой рекламной помпы. Создатели, не нуждающиеся в представлении Ground Control 1 и 2, не изменили себе и на этот раз. World in Conflict — вещь предельно простая, понятная, динамичная и увлекающая. Плюс красивая. Куда уж без этого. С Massive Entertainment каждый раз происходит одна и та же история. Это люди, которые с каким-то совершенно джедайским упорством вот уже почти 10 лет пытаются что-то изменить в жанре РТС. По поводу World in Conflict — нового проекта Massive — имеется следующая информация. Эта игра всё так же умна и беспощадна по отношению ко всем, кто отказывается принимать вызов своим тактическим способностям. Более того, World in Conflict — это примерно в три раза более быстрая игра, чем любая другая РТС на планете Земля. Но у нас так же есть подозрение, что это первая игра шведов, у которой есть шанс подружиться с широкой аудиторией. Рекомендуемые системные требования таковы. Таковы. Процессор 3 ГГц, полтора гигабайта оперативной памяти и 512 МБ видео, а также 2 ГБ на жёстком диске. В этой игре экшен начинается буквально сразу. То есть с момента старта партии проходит в лучшем случае 1-2 минуты. После чего экран равномерно покрывается взрывами и копотью. Вторым раздражающим фактором средней РТС является необходимость разбираться в десятках разных типов юнитов. Возникает вопрос. Если всего этого в World in Conflict нет, то что там, собственно, есть? Поясняю. World in Conflict — это стратегия в реальном времени, наделённая динамикой и темпом многополительского шутера. Наша оценка геймплея — 5 баллов. Модели, танки, какие-то необязательные заклёпки и прочие детали прорисованы с патологической детализацией. Плюс физика и спецэффекты. Наша оценка внешних данных — 5 баллов. Про озвучку даже сказать нечего. Отдельное удовольствие — слушать, что говорят ваши коллеги в микрофон в режиме онлайн во время атомного взрыва. Эфир заполняют крики и улюлюканья пополам с адскими сложно сочинёнными англоязычными выражениями. 5 баллов за звуковое сопровождение. В World in Conflict имеется самый натуральный атомный взрыв в полную величину. Он уничтожает всё живое в определённом радиусе, заволакивает весь экран дымом, оставляет после себя гигантскую зияющую воронку и является самым потрясающим зделищем, которое мы видели в РТС за последние несколько лет. Наша общая оценка игры — 5 баллов. World in Conflict больше всего напоминает шведскую архитектуру и патентованный шведский дизайн. Очень простая, если не сказать примитивная конструкция, вся прелесть которой в её идеальной продуманности. За компанию Massive каждый раз бывает очень обидно. Они планомерно кормят индустрию жанр-идеями, обладая узкоспециальным культовым статусом. World in Conflict в этом контексте выглядит как шаг навстречу народной любви. И если вы готовы ответить взаимностью, тогда смотрите наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. За какие стороны можно играть в режиме мультиплеер? Отвечаем. Вам предлагается на выбор три стороны. США, НАТО и СССР. Следующий вопрос. Какая из артиллерий лучше? У США или СССР? Отвечаем. У США артиллерия очень сильно демаскирует себя. У артиллерии СССР урон больше и есть возможность стрельбы зажигательными снарядами против пехоты. Следующий вопрос. Чем отличаются стороны США и НАТО? Отвечаем. Разница минимальна. Например, артиллерия НАТО стреляет чуть точнее и сильнее, чем артиллерия США. Следующий вопрос. Подскажите, а поверхность деформируется только при поддержке Директ Х-10? Отвечаем. Нет. Следующий вопрос. За что дают звания и что эти звания дают мне? Отвечаем. Звания дают очки, заработанные в сражениях, а их дают за захват точек, уничтожение противника, за грамотное использование команд, за меньшее количество потерь и так далее. И последний вопрос. Можно ли играть за СССР в одиночной кампании? Отвечаем. К сожалению, нельзя. Жанр космических симуляторов вот уже несколько лет находится в состоянии статиса. Поклонникам космосимов только и остается, что сидеть и грустно вздыхать. В лучшие для жанра времена он гремел такими именами, как Элит, Винкомандер, Приватир и другими. И вот, наши соотечественники из Квазар Студиос решили поправить эту плачевную ситуацию, выпустив в свет хроники Тарр, призраки звезд. Получилось у них это или нет, мы сейчас узнаем. Тысячи разномастных транспортов нескончаемым потоком тянутся к окраинам галактики. Их родные миры уже погибли или погибнут в самое ближайшее время. Вместе со всеми вынуждено отступать и человечество. Люди случайно обнаруживают в одной из дальних систем незарегистрированный маяк. К нему успешно высылается небольшая флотилия, состоящая из двух боевых крейсеров и научно-исследовательского судна. В систему вторгается армада ДХТ, которая практически полностью уничтожает экспедицию. Спастись удается лишь крейсеру Талестра, на котором служит главный герой игры. Корабль ныряет в подпространство, но из-за ошибки навигационного компьютера его выкидывают в руках галактики, населенной миотарами. Требования к игре таковы. Процессор с частотой 3 ГГц, гигабайт оперативной и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске игра займет 3 ГБ. Сюжет здесь является полноправной частью геймплея. Каждая из девяти миссий — полноценная глава драматичной и увлекательной истории с обязательным эпическим финалом в конце. Главный герой — пилот одной из истребительных эскадрильей Талестра. В перерывах между миссиями нам позволяют ковыряться в ангарах, где хранится огромное количество корпусов, бортовых систем и прочего железа. Комбинируя все это правильным образом, можно собрать настоящий космолет своей мечты. Любители крепкой брони и огневой мощи оседлают сверхтяжелый летающий танк. А фанаты скорости и маневра предпочтут легкие и юркие аппараты. Пятерка за геймплей. Как это часто бывает, графический движок поддержкой новых технологий похвастаться не может. Поэтому основной упор дизайнеры сделали на стиле и подаче графического материала. А программисты — на скорости работы движка. В итоге картинка по-настоящему завораживает. А космические баталии выглядят безупречно. Пять баллов за внешний вид. Звену нашего героя предстоит встретиться с самыми разнообразными противниками. Разработчики заготовили три разных расы с уникальной техникой и замечательной озвучкой персонажей. Пятерка за звуковое сопровождение. Игра получилась хорошая. Стоит похвалить российских разработчиков. В отличие от большинства космических симуляторов, в Хрониках Тарр нам не придется преодолевать огромные расстояния. А сюжет будет все время держать в напряжении. Пять баллов получает сегодня игра Хроники Тарр. Призраки звезд. Хроники Тарр. Призраки звезд вполне мог стать достойным украшением в плеяде космосимов. Но, увы, этого не случилось. В игре есть все, что нужно, кроме, собственно, самой игры. И красивый космос, и разветвленная сюжетная линия, и пафосная музыка, так присущая космосимам. Но вот форма подачи оставляет желать лучшего. В детали нас почему-то не посвящают, и до многого приходится догадываться самим. Если вы столкнулись с подобными трудностями, тогда слушайте наши ответы на ваши вопросы и советы по игре. Вопрос. Помогите пройти третью миссию. После уничтожения трех генераторов и остальных противников идет заставка, а потом написано «Миссия провалена». Вы отказались от задания. Ответ. Во время миссии не отдаляйтесь слишком далеко от своего звена. Потому что если начался ролик, а у тебя высокая скорость, то в течение ролика ты улетаешь от своих более чем на 30 километров, и миссия рассчитывается проваленной. Вопрос. У героя есть два параметра — статус и звание. Что это такое, и на что впоследствии повлияет прокачка этих умений? Ответ. Помимо доступа к уникальным запчастям, звание повлияет и на роль игрока в бою. Чем оно выше, тем больше команд можно будет отдавать другим кораблям. Кроме того, есть такое понятие, как статус, который влияет на исполнительность ваших подчиненных. За авторитетного командира бойцы с радостью полезут и в огонь, и в воду. А вот приказания никем не уважаемого летуна чаще всего просто проигнорируют. Смотрите во второй части программы. Quake Wars Enemy Territory. Главная изюминка игры состоит в том, что как нельзя кстати пойманы настроение игрового мира сегодняшнего дня. Исход с земли. Самое красивое, что здесь есть, — это крысы. Смотрите во второй части программы. Исход с земли. Самое красивое, что здесь есть, — это крысы. Quake Wars Enemy Territory. Главная изюминка игры состоит в том, что как нельзя кстати пойманы настроение игрового мира сегодняшнего дня. Компания Parallax Art Studio один за другим выпустила два экшн-проекта Утопия Сити и Ликвидатор 2, которые не выдерживали никакой критики. Однако на этом отечественные разработчики не успокоились и недавно представили нам свое третье упражнение в экшн-жанре — Исход с земли. Игра удивительно похожа на самый первый и самый лучший — Deus Ex. Причем, похоже, не к качествам графики, а стилистикой и атмосферой. Гнетущее корпоративное будущее, изображаемое в черно-синем цвете, суровый секьюрити в темных очках, громадные боевые роботы, постоянная ночь — в общем, деживю гарантировано. На дворе стоит 2016 год. И, по прогнозам ученых, уже через 20 лет человечество погибнет. Солнце мутирует в красного гиганта и превратит Землю в кучу пепла. Но, оказывается, существует планета по свойствам аналогичной Земле. Только это тайна, которая принадлежит некой компании AX. Более того, эта компания — единственная, кто обладает технологией производства уникального вещества, без которого жить на новой планете просто невозможно. Жадность, как всегда, не знает границ даже в таких экстремальных условиях. Ушлые бизнесмены вместо того, чтобы спасти человечество, стремятся набить свои сейфы зелеными банкнотами. Но не судьба. Ведь об этом узнает правительство и вызывает из отпуска агента Фрэнка. Теперь нам предстоит помешать честолюбивым злодеям и наказать их всех самым строгим образом. Системные требования к игре таковы. Процессор частотой 2,4 ГГц, 512 МБ оперативный и 128 видеопамяти. На жёстком диске исход Земли займёт 2 ГБ. Геймплей в исходе с Земли стандартен до безобразия. Бегаем по уровням, стреляем во врагов, дёргаем рычаги, ищем карты доступа и решаем бородатые головоломки. Одним словом, скучно. Двойка за геймплей. В исходе с Земли нет красоты. Ни внутренней, ни внешней. Это главная проблема. Поначалу вообще кажется, что это обычная западная игра года 2004-го. Космическая база, неразговорчивые ребят в костюмах, залитый темнотой дворик, ящики, ящики. Говорить о спецэффектах, которые пытаются спасти ситуацию, даже не стоит. Их здесь нет. Двойку за графику. Зато композиция, играющая в главном меню, чудесна. Спокойная, меланхоличная, отдающая лёгкой обречённостью и застывшими в вечном марше роботами. Вот она действительно заставляет волноваться и вызывает яркие образы. Впрочем, в самой игре во время перестрелок играет бледная техно. Его даже не замечаешь. Тройка за звук. Самое красивое, что есть в исходе Земли, это крысы. Серые разносчики заразы кучкуются в коллекторах и вообще ведут себя очень мило и достоверно. Но после расстрела на месте мохнатой бестии образуются три лужицы. Сама игра точно такая же. Вроде симпатичная снаружи, но вместо крови у неё обычная клякса. Матовая лужица архаичного игрового процесса. Двойк получает шутер «Исход Земли». Исход Земли оказался главной надеждой российского шутера строения. Это стандартный, практически по учебнику сделанный экшен, в который даже можно играть и получать при этом удовольствие. Для России, где нормальные шутеры в последнее время совсем не выходят, исход Земли выглядит настоящим шагом вперёд. Для тех, кто отважился оценить отечественный игрострой, наши ответы на ваши вопросы. Вопрос. Какие тактики прохождения есть в игре? Ответ. Уровни зачастую можно проходить тихо и громко. В первом случае нужно красться и не давать повода нервным солдатам врубить сигнализацию. Тогда и солдат будет совсем немного. А во втором бегать и стрелять во всё, что движется. Браждебное мясо попрёт на вас табунами. Вопрос. В помещении, залитом водой, не могу найти рычаги, которые опускают платформы. Где они? Ответ. Ныряйте и плывите прямо до самого конца. Там увидите торчащий из воды забор. Забирайтесь на него и идите в сторону строительных лесов. Там вы и найдёте заветные рычаги. Каждая из них отвечает за соответствующую платформу. Вопрос. На меня набросилось сразу четверо, а у меня остался один пистолет. Никак не могу справиться. Что делать? Ответ. В такой ситуации лучше всего воспользоваться топором. Поскольку всё происходит в узком коридоре, то и рубить неприятеля будет проще. Пистолет же в данном случае совершенно бесполезен. У охранников очень мощная броня. Студия ID Software по праву считается прародителем жанра First Person Shooter. Со времён Wolfenstein 3D и до наших дней они диктовали каноны, которым следовали их менее удачливые коллеги. Но время не стоит на месте. И в субкультуре стрелялок от первого лица поднимают головы представители совсем иных концепций. Очевидно, что эпоха коридорных шутеров канула в лету. И вот отцы Дума и Квейка решили провести реорганизацию идеи. В результате чего на свет появилась Quake Wars Enemy Territory, о которой мы сейчас расскажем. Действие Enemy Territory разворачивается на Земле за полвека до событий Quake 2. Наша родная планета подверглась массированному вторжению строгов, воинственно настроенной расы инопланетных киборгов. Перед лицом смертельной опасности коалиционное правительство Земли сформировало армию для защиты от вторжения. Earth Defense Force. Поскольку Enemy Territory игра многопользовательская, то воевать можно как за строгов, так и за землян. Среднестатистическая карта вмещает до 32 игроков, а сам геймплей больше всего похож на хай-тек вариацию Battlefield 2 с некоторыми различиями. Люди и строги совершенно не похожи друг на друга, разнятся даже классы. Если земляне в сражениях ориентируются на командную тактику, то строги действуют с точностью до наоборот. Они полагаются на личные качества бойцов и их скорость. Даже зрение у строгов устроено не так, как у людей. Они могут приближать изображение, а в случае ранения по экрану обязательно побегут помехи. Системные требования игры таковы. Процессор Core 2 Duo, 1 гигабайт оперативной памяти, 512 мегабайт видео и 5 гигабайт на жестком диске. Все самое интересное припасено для мультиплеера. Quake Wars упор делается не на масштаб. Здесь в почете иные ценности, четкое взаимодействие и сложные многоступенчатые задания. Проникнуть на базу противника, подорвать военный объект, выкрасть оттуда ценные документы и благополучно добраться с ними до условленного места — вот это как раз в духе Quake Wars. Награды тут дают не только за отстрел врагов, но и за прилежную службу на благо своей команды. Наша оценка геймплея 5 баллов. С технической точки зрения Quake Wars смотрится очень даже соблазнительно. В основе игры лежит модифицированный графический движок Doom 3. Ключевым нововведением является технология Mega Texture, которая позволяет с огромной скоростью строить очень детальные ландшафты из миллионов полигонов, покрытых текстурами высокого разрешения. Наша оценка графического наполнения 5 баллов. Звуковое сопровождение в подобных играх обеспечивает добрую половину погружения в игровой процесс. И с этой задачей разработчики тоже справились. Поле боя ни на секунду не замолкает. Наша оценка звука 5 баллов. Царь Мидас прославился своим умением превращать в золото все, к чему он прикасался. Похожий дар есть и у ID Software. Любая игра, к которой прикладывают руку эти ребята превращается в легенду. Quake Wars Enemy Territory не стала исключением. Наша общая оценка игры 5 баллов. Quake Wars Enemy Territory совсем не похожа на те проекты, под которыми обычно ставят свою подпись ID Software. На этот раз у них получился некий Battlefield во вселенной Quake. Плохо это или хорошо покажет время. Однако прогноз достаточно оптимистичен. Уже с первых дней появления всей бета-версии игра обратила на себя внимание тысяч игроков. Как уже упоминалось, концепция игры написана с нуля, поэтому вопросов и непонятных моментов в ней предостаточно. Над некоторыми из них мы сейчас приподнимем завесу тайны. Первый вопрос. Расскажите про особенности техники землян. Отвечаем. Начнем с хозяев планеты. Husky Quad Bike отлично подойдет для диверсий и дерзких скоростных атак на позиции противника. Trojan APC Вооружение и бронирование не ахти какие, зато все, кто находится рядом, автоматически снабжаются амуницией. Титан Танк Он и есть танк. Прочная броня сильное вооружение. Буффало Боевой вертолет будущего. Что же могут противопоставить строгие? Смотрим. Icarus Hover Pack Летать на нем можно очень недолго, да и слишком опасно. Desecrator Hover Tank Не читайте Тану. Это тяжелое вооруженное и хорошо бронированное, но медленное машина. Голиаф Heavy Volker На дальних дистанциях с ним лучше не связываться, но вблизи он очень уязвим. Hornet универсальный летательный аппарат. И вот у Hornet язвит лассератором, технику ракетами, а против Buffalo у него есть плазменные пушки. На сегодня это все. Меня зовут Андрей Воробей, это был Фак. Заходите в форум на сайте musdefistv.ru Меня можно найти и там. Присылайте мне свои вопросы на адрес faq собака musdefistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. Счастливо! Спас гиии! Гаяи! 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 不媓 письма 有 лая وال ин ат г и с sowie